Накануне крещения Губкинский почтил визитом архиепископ Салихардский и Новоуренгойский Николай. Правящий архиерей провёл божественную литургию, по завершении которой осветил воду в храме. Обращаясь к губкинской пастве, владыка отметил особую сплочённость прихожан, пожелал дальнейшего укрепления в вере и поздравил с крещением. Пожелать всем здоровья, радости, семейного счастья, чтобы этот год был благостным, принёс отраду после таких непростых времён, которые мы пережили в прошлом году. Литургия прошла и в праздничный день. Во время общей молитвы христиане вспомнили крещение Иисуса Христа на реке Иордан. Согласно библейскому преданию, после этого Сын Божий начал своё служение. Праздничное богослужение ведут отец Валерий и отец Владислав. Завершает его крестный ход. Православные несут вокруг храма крест, хоругви с ликами святых, иконы и Евангелие. Чуть позже – водосвятие на проруби. Священник молится о том, чтобы Божья благодать осветила водный источник и окунает в воду распятия. И по этой причине, на доске становится радостно. Есть возможность просто подчеркнуть родичкор. И жажду своей уходить, как естественную, так и духовную. А есть возможность окунуться на тех, кто не имеет противопоказаний. Поэтому без фанатизма, со здравым выслом, к чему подходим. В Губкинском царят крещенские морозы под 40 градусов. Но суровый минус не отпугнул желающих окунуться в прорубь. На Пякупоре собрались люди разных возрастов, профессий, национальностей. Для одних это дань традиции, для других – духовное упражнение. Каждый окунувшийся отмечает – крещенское купание дарит бодрость духа и обновление души. – Христианский праздник, я его уважаю, люблю. И вообще-то из поколения, поколения – это традиции наши, христианские традиции. Я уважаю их. Вода отличная, мне понравилось, бодрился чисто. Загалка на весь год, так сказать, получил. – Главное верить в Бога, в том, что… Ну, я, например, верю, что не заболеешь. И, как говорится, может быть, даже и грехи какие-то смоются. Как заново родился, прям бодрость, радость, счастье. – Чего желаю всем людям, добра, мира. – Крещение – святой праздник. Как бы каждый год хожу. Водичка хорошая, очень здорово, классное ощущение хорошее. – Здоровье в этом году, чтобы у всех было гладенько, шло хорошо, без беспокойств. Согласно церковному обычаю, крещение отмечают 8 дней. После этого православная церковь будет готовиться к празднованию Сретения Господня в феврале и Великому посту. В этом году он начнется 15 марта. Валерий Усманов, Олег Короткевич. Новости Губкинского.